Комфортная городская среда – это, безусловно, важно, но, помимо всего прочего, она должна быть еще и приятна глазу. Цветовая палитра Иркутска способна озадачить не только профессионалов, но и простых людей. Почему эта проблема серьезнее, чем кажется, и как ее планируют решить, узнаете из следующего материала. З – зеленый, Б – благоустройство. В необычную ситуацию попали жители одного из дворов Иркутска. Люди неожиданно разочаровал ремонт подпорной стенки. И дело не в качестве работы, а в сочетании этих оттенков – бежевого и зеленого. Мелочь, скажете вы. Повод поговорить об этом – ответим мы. Если вы думаете, что сочетание, например, зеленого и черного на вот этом доме является вкусовщиной, и субъективно я спешу вас разочаровать. Еще древние жители Земли наделяли цвета глубочайшим смыслом. Существует даже отдельный метод, пусть и нетрадиционной медицины, называемый хромотерапией. Например, египтяне считали, что если человек будет находиться в окружении красного цвета, то он сможет вылечить свои сердечно-сосудистые заболевания. Все это, конечно, уже пережитки, но вот на настроение гамма и цветовая палитра города действительно способны повлиять. Психологами об этом написаны сотни книг, но нас интересует другое – как правильно сочетать цвета в городском пространстве. Во всех подробностях вопрос изучается, например, в художественных школах. Вот и наглядные примеры. Эти необычные конструкции в стиле баухаус изготовлены будущими живописцами и архитекторами. Причем в перспективе подобные объекты могут появиться в спальных районах Иркутска. Но это в будущем. А что же сейчас? Если говорить о городской среде в Иркутске, то тут тоже хочется заметить, что всегда природные цвета, то есть вот такая земляная гамма, она лучше сочетается с нашим ландшафтом, потому что у нас здесь рельеф сложный в Иркутске. У нас есть горы, у нас есть реки. У нас рельеф не просто вот такое поле зеленое, на котором мы можем строить что хотим. У нас в любом случае накладывается отпечаток рельефа. И поэтому я всегда за такие природные, естественные цвета. Таких природных цветов и оттенков чаще всего выделяют пять. Белый, светло-серый, синий, медный и зеленый. Наблюдать их в полном объеме в Иркутске можно, пожалуй, только в одном месте. В 130-м квартале. Именно на гамму исторического центра Иркутска опираются городские архитекторы. Но далеко не все. Поэтому в апреле в областном центре был принят новый регламент согласования паспорта фасада здания. Специально для него были разработаны правила использования цветовой гаммы. Для исторических объектов это их исходная палитра. Современные здания, у них чуть-чуть можно варьировать цветовую гамму от рядом стоящей застройки. То есть среда тоже диктует определенную цвета. Потому что если рядом стоит кирпичное здание, следом идет более охристых оттенков фасад. И вот если посередине здание, то, соответственно, оно должно как-то совсем гармонировать с общей улицей. Но на улице выбирается основная доминантная застройка. Это, например, обеокультурное наследие. И оно диктует, вот это здание диктует всем другим на этой улице. Но прежде чем наполнить Иркутск правильными цветами, необходимо сделать многое. Например, избавиться от пестрящей наружной рекламы на зданиях и пресечь на корню фрагментарную покраску. И да, самое главное, приучить всех людей к тому, что не каждый бежевый сочетается вот с таким зеленым. Павел Жолодев, Андрей Назаров. Новости по будням.